Всё хорошо? Так. Спасибо. Красотка. Ну всё. Всё. Так. Всё, хватит, достаточно. Ещё чуть-чуть. Приготовились к съёмке. Тишина! Добрый день, это я. Здрасте. Кто? Ясно? Ой, простите, Алёна. Вы извините, я в тот раз убежала. Ну и зря. Журнал вышел, фото на обложке. Вышел? Ну, конечно. Да. Когда сможете приехать ко мне? Сейчас могу к вам. Да. Ну и платье надеть. Платье надеть. Хорошо. Хорошо. Забыла сказать. Я тоже работаю в кино. Я художник по костюмам. Собственно, с Димкой мы как раз познакомились на студии. Я пришла устраиваться на работу, а он пришёл пробоваться на роль. Что характерно, это был идеальный муж Оскара Уальда. Через полгода он попытался сыграть эту роль в жизни. Но, как выяснилось, идеальный муж вообще не его амплуа. А после вчерашних событий и вовсе может стать вопрос о расторжении контракта. А почему ты отпускаешь моего шофера? Инга, я прошу тебя, не заводись. Катя Будисокола, пусть подаёт машину. Я надеюсь, ты помнишь, что у нас сегодня вечером приём. Это неизбежно? Да, это неизбежно. У меня же сессия через неделю, надо сдать реферат по педагогике, пистолодцы. А это ещё кто такой? Педагог такой был знаменитый. Алён, ты лучше всякого пистолодца. И потом, когда ты дежуришь, ты знаешь, я спокойна. Договорились? Да. Это ещё что? Где? У тебя под ногами. Что? Лужа. А, так это раз за лужи, это же так водичку попрызгали, скоро высохнут. Сокол, у меня туфли, каждая как твоя зарплата. Правильно сделали, что пришли. Сейчас ещё буквально две-три сессии, и вам хватит на экзамен, и даже на каникулы после. Ну что, смотри, значит, мне надо чего-то попроще. Куда уж проще-то. Ну ладно, перестань, ты же понимаешь, о чём я. Не торопнись. Скоро всё узнаешь. Вы меня интригуете. Хотите выглядеть загадочно. А вы мне ничего не рассказываете о себе. Но от этого становитесь не менее очаровательной, загадочной. Любой талант должен реализовываться, а с такими людьми так нельзя. Да-да-да, я что-то ему такое тоже говорила как-то. Ну, а Сенцов по-прежнему ест вареники. Да, мы с Катей ему готовим. Даже не знаю, что нам с тобой делать, подруга. Мам, ну а что Зорин-то? Всё пьёт, да? Так тебе ж дел до него нету. Ну, а всё-таки. Так что в будущем я полезен тебе вряд ли буду. Ты что же, ты себе другую завёл, да? А что, если и так имею право? Двух любовниц я не потяну, я не по дешах какой-нибудь, гарем мне не по карману, а все сбережения разлетелись. Разлетелись? Сама дитя родное продала. Нечего теперь голосить. Поздно теперь уж. Чего не поздно? Слышишь, ничего. Я верну её, я мать ей. Да замолчи, не ори ты на всю деревню. Да плевать, я на твою деревню хотела. Его зовут Иван Зорин. У его мамы здесь ферма неподалёку, в селе. Огромная ферма. Они там коней выращивают. Ну, ещё гумыс какой-то. Но мне, честно говоря, не хотелось бы там жить. А фамилия точно Зорин? Точно, точно. Я паспорт смотрела. Иван Викторович. Ой, ну такое дорогое. А там такая грязь, Юлина Александровна. Такая грязь. Не плачь, детонька. Недолго тебя в этой грязи возиться. Так что вот так вот, Ваня. Ты бы мог быть моим сыном. Если бы не Серафима. Не смотри на меня так. Нет мне смысла обманывать. Серафима всему виной. Не всё в жизни сказка, Олечка. Не всё. Ты все документы собрала? Да. Всё, как ты хочешь. Филфак, факультет невест. Вот именно. Будь умницей. А, кино будешь смотреть в кинотеатре. Надо сначала представиться. Вот, пожалуйста. Режиссёр? Очень хороший режиссёр. Ну, а тебе, наверное, удостоверение не надо показывать. Девушка и так тебя узнала. Вы думаете, это случайность? И тогда, и вот сегодня. Я так не думаю. Ой, милая моя, как мы тебя ждали. Как мы тебя ждали. Наконец-то. Наконец-то. Слушай, ну ты там хоть жениха-то нашла? Что ты, влюбилась? Ты с вами-то не выпить-то, а? Даже не надейся. Все знают, что он помешан на этой своей несравнённой. Он и сценарий для неё писал. Что бы там ни говорили. Ну, всё-всё. Давай. Давай пей. Возьми себя в руки, Оля. Ну, перестань. Двадцать лет пустоты. Я думала, так надо. Ты был великим человеком. Я тебе верила. Так долго. Господи, зачем я всё это говорил? Дура! Меня с тобой не было. Это тебя не было вообще без меня. Я тебя придумал. Я тебя вылепил вот этими вот руками, а? Как мне потом работать? Значит, нужно будет уходить с картины? Ладно, это теперь не мои проблемы. А Димка пусть подёргается. За удовольствие надо платить. Сцена 38, кадр 1, дубль 2. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА